Приветствую вас, и чтобы ответить на вопрос, который вы задаете, нужно прояснить одну деталь. Эта деталь касается того, как молодой человек, с которым вы сейчас хотите наладить общение, отреагировал на то, что вы начали встречаться в бывшем. Отреагировал ли он плохо, отреагировал ли он спокойно, обиделся ли он на вас или нет. Судя по тому, что вы написали про возобновление отношений, можно предположить, конечно, что он обиделся. Но поскольку вы этого не говорите, то хотелось бы все-таки уточнить. Уточнить, чтобы не давать каких-то голословных рекомендаций. Но, продолжая ответ, я традиционно рассмотрю вариант, если он не обиделся, и если он обиделся. То есть, если нету препятствий в общении между вами, и если эти препятствия есть. И для начала рассмотрю случай, если препятствия в США есть, потому что это кажется мне наиболее вероятным. Вообще говоря, вы можете, и, в общем-то, это вполне реально в этом новичном общении, потому что он, скорее всего, к вам еще продолжает чувствовать некие эмоции, испытывать некоторую симпатику. Но очень важно, чтобы вы сами для себя и для него определили, вот то, что между вами произошло, было ли предательством или нет. То есть, вы обманывали его или сразу, как только получилось, что вы с бывшим молодым человеком как бы сходите, вы тут же ему об этом сказали. Это очень важно. Потому что, если факт предательства был, то вам необходимо националливать доверие. И для начала объяснить ему причины своего поведения, почему вы так поступили, почему вы с бывшим вновь сошлись. И также объяснить причину, по которой вы с ним опять разошлись. И далее, очень важно, чтобы вы показывали мужчине, что на вас можно положиться, что вы человек в слово, что вы больше так его не предадите, что вы будете только с ним, или, по крайней мере, вот таким образом больше с ним не поступить. Сделайте, что нужно ненавязчиво, но последовательно, постепенно, потому что на то, чтобы восстановить доверие, нужно время. Если факта предательства не было, как такового, вы просто сказали, вот так и так, ты знаешь, я должна с тобой расстаться, потому что я начинаю встречаться с бывшим опять, ты меня прости, пожалуйста, если так получилось. То есть, имеет место просто-напросто поведение неприятное ему, но все по-честному. В этом случае вам необходимо начать с мужчины диалог не с того, что вы вот расстались с бывшим парнем, а с того, чтобы просто конверсоваться, как у него дела, чтобы просто завести дружеское общение, хотя бы на тему учебы, на тему каких-то связывающих вас интересов и прочее. Все вот это поможет вам, во-первых, узнать, как мужчина к вам относится, как он чувствует вас, как он настроен к вам. И вот, исходя из этого, уже можете действовать тем образом, который будет вам казаться наиболее приемлемым. Если ему, честно, будет относиться к вам холодно, то, соответственно, нужно больше времени для того, чтобы и вновь его к себе расположить. А расположить его к себе можно только через последовательное, неторопливое, размеренное, но целенаправленное и упорное общение с ним. В конце концов, рано или поздно, это выявится в определенный разговор, в определенное выяснение отношений, когда молодой человек захочет выяснить, почему вы с ним общаетесь опять, чего вы от него хотите, и тогда вы можете ему сказать, собственно, все, как есть. Либо, если вы почитаете нужным и возможным, сами ему об этом спросите. То есть суть все зависит от того, как вы хотите, чего вы хотите. И от ваших личных предпочтений. Пожалуй, более конкретную рекомендацию можно дать только в том случае, если будет побольше информации об этом человеке. То есть, допустим, если человек горлый, то потребуется больше времени для того, чтобы ему донести, например, тонкости вашего поведения. Если человек логик, то есть логично любит все расставать по полочкам, то, соответственно, вам необходимо как можно более внятно и четко объяснить ему причину своего поведения. Если человек, допустим, интроверс, то есть он больше зациклен на себе, то вам необходимо как можно больше дарить ему именно позитивных, приятных ощущениях, чтобы так комплектом вы начали ассоциироваться у него с чем-то позитивным. Ну и так далее. По списку в зависимости от особенностей личности вашего мужчины. Что не касается момента, связанного с отсутствием препятствий в общении, то здесь можно просто активизировать его, то есть сделать общение более интенсивным. Я когда-то, если вы общались только на тему учебы, то в чат можно общаться на что-то другое. Ничего не будет страшного, если вы подойдете его погулять, провести время или что-то еще. И очень важно, чтобы вы сделали это несколько раз, потому что молодой человек, вполне вероятно, откажется делать это с вами в первый раз, просто потому что вы вновь с ним развлекаетесь. А ему не хотелось бы, чтобы вы использовали его в своих целях. То есть здесь надо показать, что вы хотите именно с ним провести время и хотите этого действительно искренне. В зависимости от того, как вы это покажете, а показать это можно и нуденно достаточно просто. То есть надо разом называть его гулять, и если он не хочет гулять, а если отказывается постоянно, то отвратить, почему он отказывается, тем самым вывести его на диалог и расставить все точки над «и» ситуацией, которая с вами произошла. Вот примерно так вам нужно поступать в этой ситуации. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в ту личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.